Всем привет! С вами Макс Попов. Сегодня я расскажу про GPS 64ST, Garmin. Но я не буду рассказывать про пункты меню, которые в нем есть в большом количестве. Я расскажу про некоторые функции, которые действительно полезны туристам и про которые нужно знать. Начну я с компаса. Одна из самых полезных вещей, которые есть в современном GPS, это электронный компас. GPS без компаса не могут показывать вам управление, когда вы не двигаетесь. Это действительно очень нужная функция, потому что иначе вам бы пришлось бы все время держать два предмета для того, чтобы видеть свои направления. А есть большая проблема в том, что когда вы подносите компас близко к GPS, то компас тоже отклоняется и результат получается не очень хороший. Наверное, многие знают, что компас в GPS необходимо калибровать, но немногие знают почему. Дело в том, что компасу внутри навигатора приходится работать в очень сложных условиях, потому что сам навигатор излучает свое электромагнитное излучение. И батарейки сами тоже добавляют электромагнитных помех. И находящиеся вокруг объекта, либо земля, они тоже вносят свой вклад. К компасу очень тяжело отличить, где же действительно правильное направление на север, а где вот эти добавленные помехи. Калибровка находится в меню GPS. Проводится она очень легко. Вся инструкция есть на экране. Я не буду сейчас их повторять. Это делается очень просто. После того, как вы откалибровали компас, показания его реально становятся идеально правильными. Когда же нужно компас калибровать? Инструкция рекомендует это делать, когда вы переместились на большое расстояние, либо когда вы сменили батарейки, либо при сильной смене температуры. Вот, например, сейчас похолодало и, по идее, надо бы компас откалибровать. Следующая очень удобная опция GPS. Он умеет показывать направление и расстояние до точки. Если вы хотите отложить это направление, например, на карте, то вам нужно быть уверенным, что он откладывает это направление от правильного севера. Какие есть варианты в настройках GPS, что он будет читать направлением на север? Это варианты либо истинный север, либо магнитный север, либо направление по сетке. Истинное направление это когда направление на север он будет читать на практически направление на полярную звезду. Магнитное направление это направление на магнитный полюс, который, как известно, не совпадает с северным полюсом Земли. Когда нужно использовать какую из этих режимов? Если вы используйте карту с градусной сеткой то вам конечно же надо использовать истинный север для того чтобы откладывать правильный азимут но самый удобный режим который обычно все туристы используют это навигации при помощи компаса а компас как известно показывает направление на магнитный север поэтому чтобы правильно откладывать азимуты на лимбе компаса необходимо и gps настроить так чтобы он отчитывал эти азимут от магнитного северного полюса поэтому чаще всего туристы выбирают в качестве направления на северный полюс магнитный полюс в gps это самый лучший вариант следующая интересная функция навигатора фирмы garmin это встроенный барометр что это значит значит что внутри него есть датчик который измеряет давление возле этого gps а давление может меняться по двум причинам по одна причина если вы сами переезжаетесь по высоте то меняется атмосферное давление а другая причина если меняется погода обычно туристы интересуются изменением давления для того чтобы предсказать какая будет погода там завтра будет пурга или наоборот быть ясное солнце в случае когда вы не меняете свои высоты ну например находитесь на яхте по морю плаваете либо gps лежит в кармане палатки то вы можете просто посмотреть показания датчика и по этим показаниям по графику этих показаний вы можете предсказать какая будет погода как она меняется но если вы например с месяц с навигатором двигаетесь сами по высоте там лезете куда-то в горы то вам необходимо чтобы навигатор учел вот это изменение вследствие изменения высоты и вычел его из показаний своего датчика для этого у него существует второе давление которое скорее расчетное давление они измеренные это давление называется барометрическое давление то есть давление посчитанное для уровня моря чтобы навигатор правильно мог высчитывать это барометрическое давление его надо калибровать самый простой режим это включить режим автокалибровки и тогда он будет использовать высоту посчитанную при помощи датчика gps и эту из высоту использовать в калибровке своего барометра и будет правильно показывать вам барометрическое давление также в навигаторе есть возможность ручной калибровки барометра но я не рекомендую ей пользоваться потому что для того чтобы вручную откалибровать надо знать Это такие цифры, которые обычный турист чаще всего не знает. Это либо свою точную высоту в данный момент, либо давление на уровне моря. Поэтому включайте автоматическую калибровку и не мучайтесь. Есть также такие интересные настройки в настройках барометра. Это, например, он может записывать давление, даже когда он выключен. Но вы понимаете, что в это время он, конечно же, будет потреблять батарейки. Зато очень удобно, например, оставлять навигатор на ночь, чтобы он записывал давление. Но при этом, конечно же, вы хотите его выключить, чтобы он не кушал батарейки для работы GPS. Еще одно применение барометру. Вы можете мерить изменение вашей высоты в том случае, когда сигнал от спутников недоступен. Например, если вы едете в лифте или, например, спускаетесь в шахту или в пещеру. Тогда навигатор может вычислять вашу высоту, основываясь на изменении своего датчика давления. Надо понимать, что более-менее точными эти измерения будут в случае, если погода меняется не сильно. То есть давление меняется только вследствие изменения вашей высоты. Чтобы этот режим правильно работал, необходимо в настройках навигатора выставить режим барометра «Переменная высота». А то иначе он будет все время считать, что у вас высота постоянная. И не будет применять это изменение давления для изменения высоты. К сожалению, в русском переводе интерфейса вот этого GPS-а есть небольшая путаница. И два разных типа графика переведены на русский язык как «atmosphere» – «double», а второе переведено как «atom» – «давление». Я посмотрел в английской версии перевода, и могу вам сказать, что «atmosphere» означает барометрическое давление, то есть давление на уровне моря. Это то самое давление, которое GPS вычисляет на основе показаний своего датчика и высоты, которую он берет из показаний GPS-датчика. А вот второй пункт меню «atom» – «давление» – это «ambient pressure», то есть давление, померенное самим датчиком GPS-а, безо всяких поправок на высоту и на какие-либо другие поправки. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать про настройки компаса и барометра в этом навигаторе. Надеюсь, кому-то была эта информация полезна. Вы сможете использовать свои приборы с большим пониманием, а значит, и с большей пользой при ваших путешествиях и ваших приключениях. Старайтесь путешествовать безопасно, никогда не теряйте ориентации в своих походах. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok